Дорожники занимаются обустройством пешеходной дорожки. Фронт работ, который им предстоит выполнить, большой. Основные виды работы это устройство тротуара и будет уширение дороги, потому что все люди жаловались на дорогу максимум 5 метров. Здесь будет полностью замена основания перед тем, как будем готовить полностью верхний стой. Почти 2 километра дороги, 12 тысяч квадратных метров. По плану дорожники должны завершить все до 1 августа. Чтобы минимизировать неудобства местных жителей и не задерживать рабочих на объекте, Дмитрий Голубков дает поручение темп ускорить, но без потери качества. В дорожном строительстве важна скорость, мобилизация. И вот сейчас видим, что организации строительные уже вышли, работы только начали. Но вот в течение до середины июня должны все сделать, закончить ее и сдать жителям. Спортивная площадка в Ликино тоже требует ремонта, говорят жители. Местная служба благоустройства старается поддерживать ее в пригодном для занятий состоянии, но капитальные работы не проводились давно. Вся основа, все эти борты, все эти сетки, это так вот с нашим коммунальным хозяйством, с благоустройством делают. Ну вот это вот 15 лет назад, как делали, фанера отгнившая, да, она валяется, сетка рваная. Осложняет ситуацию теплотрасса, которая проходит под спортивной площадкой, из-за нее лед на катке тает. Поэтому парламентарий предложил сначала детально проработать эту проблему, а затем уже рассматривать возможность ремонта спортивного объекта. Сразу после встречи с коллективом местной школы на повестке меры социальной поддержки. В качестве подарка Дмитрий Голубков привез педагогам тематическую брошюру. Сделали такую брошюру, где, в общем-то, простым доступным языком каждый может посмотреть и посмотреть, что применимо конкретно к его ситуации. Депутат регионального парламента подчеркнул, что мер соцподдержки меньше не станет. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Евгения Августина, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».